Добрый вечер, дорогие друзья, для детей старше 16 лет. У нас в гостях сегодня на самом деле очень хороший гость, я его долго ждал. Тема для меня слабенькая немножко, поэтому где-то сумничать не получится, не пройдет. У нас в гостях человек, у которого феноменальный никнейм Хатабыч, ну в мире он известен как Алексей Калинкович. Леша, здравствуй. Привет. Ну я бы тебя больше назвал бы на самом деле Лениным опционов, потому что, скажу тебе честно, сколько я в России, мы с тобой близко не общались, но твое имя на самом деле, все, что касается опционов, там где вот опционы Калинкович, Калинкович опционы. Что на самом деле, потому что твой сегодняшний приход как бы не случайно, мы в основном приглашаем людей, которые хотят видеть люди, нам пишут письма, и естественно твой приход не просто так как бы с улицы взяли, там открыли интернет, набрали. Тем более вот у нас был еще один человек, который приходил, но твое имя упоминается чаще, и люди на самом деле тебя очень любят, поэтому ты, как говорится, несешь добро в массы. Поэтому я помучу тебя по тем вещам, которых я знаю, в опционах я разбираюсь по сравнению с тобой, наверное, никак, по сравнению с другими очень неплохо. Ну простенький стратегий. А ну все-таки что-то знаешь. Нет, я естественно, ну как бы за 16 лет в трейдинге мне пришлось и открытый интерес посмотреть, и все остальное, call to put ratio приходится иногда посматривать. Как вообще ты именно пришел вот к опционам? То есть именно к опционам, да, не к трейдингу. Ну образование, к трейдингу, давай вообще о трейдинге поговорим. Потому что я-то могу говорить на любые темы, да, не только на опционах. Ну начинал-то я, очевидно, не с опционами. Ну тогда давай вообще обо всех темах поговорим. Ну образование, это физфак МГУ, но это уже, наверное, достаточно посылок. Закончил каком, 80-м? В 89-м. Тогда еще учили. Во-первых, да. Ну и сейчас еще учат. Физфак еще держится, я думаю. Хотя общий уровень образования падает резко. У меня дочка в МГУ сейчас учится на географическом. Это ужас. Понятно. То есть ты видишь уровень образования. Да, да, да. Вот. Соответственно, ну время всем понятное, да, там хаос, да, полное. И дело даже не в этом хаосе, а в том, что... А как тебя вообще потянуло? То есть, ну, представляешь, например, человека спросить, как ты пошел вот на... Да? Вот я сейчас это расскажу. Парадокс-то в том, что, как меня не потянуло раньше, я начал интересоваться этим всем безобразным. Нет, не на рынок. Безобразно. А именно в МГУ, на физфак. А, у тебя так даже не интересны? Конечно. Ну, чего ты же человек... Например, меня там родители заставили пойти в пищевую технику. У нас, смотри, кстати, свои фенечки похожи. Ты видишь на руках. Ну, это... В Барселоне наркоман мне какой-то повязался. Ну, все равно, видишь, молодец. Да, обаятельный товарищ был. Да нет, это как-то... Есть у меня длинное очень объяснение этому всему. Да, оно мистическое такое. Целый час. То есть, я считаю, что это мне пришло какой-то импульс. Я думаю, он задан какими-то предыдущими моими перерождениями и так далее. Скажем так, я философ где-то. Ну, вот основная моя фишка, скажем так, я философ. У меня даже есть парочка теорий, которые я даже думал, что надо бы их в книжечку записать. Ну, так, хотя бы зафиксировать. Для себя. Не, не для себя как раз. Для себя-то все понятно. Для народа. Как раз, может, попробовать, да, эту мысль хоть кому-нибудь дать. Я, кстати, подозреваю, что, может быть, я и не оригинален, но я не образованный философ, да, скажем так. Я никогда этому не учился, нигде я серьезно не интересовался. Вот. В этом я вижу свою силу, кстати, да. То есть я мало чем интересуюсь, я постоянно изобретаю велосипеды, но мои велосипеды зачастую оказываются сильно отличающимися от других. То есть ты простой дорогой не идешь? Нет, никогда. Раньше я считал, что это моя проблема. Жизнь показала, что это моя сила в этом. Вот примерно так я и пришел. То есть я почувствовал себя вот этот импульс. А, я редко ходил в библиотеки. Я вообще очень мало читал всегда. Но первая книжка, которую я взял, когда я записался в областную библиотеку в возрасте там 7-8 лет, я не помню, когда там первый раз. А областной это где, откуда? Город Новгород. Сейчас великий Новгород. Я долго ходил, смотрел, что за ерунда, какие-то книжки, какая-то фигня. И подошел уже так на сдачи, когда сдают книжки, которые... Ну, мне тогда уже сообразили, да, это, наверное, читают. Наверное, что-то интересное. Итак, из чего создан мир? И все. Про атомы, нейтроны, протоны. Это первая моя книжка в библиотеке, взятая... 7 лет. Ну, может быть, не 7, 8 там где-то, да, вот так. Ну, это уже говорит, наверное, да. То есть, по сути дела, ты считаешь, что тогда у тебя уже заложено кусочек такой. Да, да. Я хотел бы понять вообще, что это такое весь этот мир, вот что это такое, почему он такой. То есть ты с обыкновенной семьей, я так понял. Да, да, я горжусь моей... Оба предка — это крестьяне, самые, что ни на есть, настоящие. Ну, я имею в виду, обе линии мои. Руками работают. Папа, мама, да. От дедушки, бабушки, да, вот. Вот, ну... И так вот я попал, короче, в МГУ. Да, вот как-то так во мне все это проявилось. И пошли какие-то... В школе я даже съездил на мат-олимпиады, на Всероссийскую даже съездил. Ну, в общем, проявлялись у меня способности. То есть они такой широкий достаточно спектр. Это, кстати, была моя тоже большая проблема. У меня всегда был большой спектр интересов. А чтобы чего-то добиться, к сожалению, зачастую, надо очень сильно концентрироваться. На чем-то, да. Я там... Такой вопрос, когда мы заговорим о деньгах, да, вот это тоже была проблема. То есть я 16 лет шел... Ну, 10 лет, скажем так, шел к зарабатыванию, да. И 10 лет почему? Да именно потому, что я никак не мог понять, что надо сконцентрировать. У меня все время расширяло вот мои интересы. Ты же не забывай одну вещь, ты сам до этого, в принципе, сказал, что твое философское происхождение, оно, в принципе, тебя к этому и ведет. Потому что все, например, для простого человека, если для него что-то звучит банальностью, то для тебя нужно обязательно пофилософствовать на тему. Поэтому, скорее всего, так и получалось, что ты себе просто выносил мозг все-таки этими философскими вопросами. И вот, кстати, физфак это было первое, может быть, такое хорошее решение, когда я понял, что нужно что-то сконцентрировать, да, интерес к математике был, да, там, к чему-то еще. И вот, а физфак это действительно оптимально. То есть я не... По сути, когда я вот уже закончил, когда уже там вышел на работу, дело даже не в том, что был упадок, да, в начале 90-х бурный. Я просто понял, я даже не хочу работать вот в науке, потому что я удовлетворил некий очень важный свой интерес, да. То есть я разобрался в том, допустим, если философ, скажем так, как гуманитарий, да, если брать, ну, большинство философов, они гуманитарии, они настолько слабо понимают, что знает наука о мире, настолько слабо в этом разбираются, что они неправильно совершенно оценивают. Они неправильно знают, они думают, что либо физики вообще ни хрена не знают, либо, наоборот, думают, что они слишком много знают. А на самом деле ни то, ни другое. Вот только физик настоящий может знать, а что же наука сейчас знает о природе. И вот это была тоже очень хорошая база, я считаю, не только для дальнейших каких-то трейдингов и так далее. Вообще для меня, для развития человека, что для меня, естественно, более важно, чем мое развитие как в трейдинге или еще чего-то. Я, конечно, философ, тут никуда не денешься. Поэтому ты в Индию и едешь. Ты же не просто так едешь на солнышке поваляться. Нет, во-первых, как ни странно, я действительно в первую очередь еду на солнышке поваляться. Ну, что-то как-то легкие у меня слабоваты. И в Индии мне просто очень хорошо. То есть твоя страна. То есть находиться вот в нашем регионе, в Новгороде, кстати, на своей родине, мне вообще противопоказано. Потому что я там приезжаю, у меня сразу начинают чувствовать, как вот тяжеловато. Да легкие просто начинают что-то там и подкашливать, и еще чего-то. Ну, тут больше для здоровья. Нет, ну, конечно, буду лукавить, если буду говорить, что это только для здоровья. В прошлом году... Даже если ты не говоришь о философии, то, в принципе, получше, чем в Индии, ты и не придумаешь. Да, да, да. Вот не хотел я на эту тему, ну, ладно, скажу. Ну, можем не говорить. Да я не про это. Я про то, что... Вот я в прошлом году был месяц в Индии, ну, на Гуа зимой так же. Йогой, конечно, там занимались все. И испытал... Я, кстати, говорил же в одном интервью об этом, наверное, кто... У нас даже не интервью, у нас беседа. Ну, беседа, да. И я испытал некие очень интересные ощущения. Ну, это к вопросу, там, о боге, там, вот, а все, там, атеизм, не атеизм и так далее. Это очень сложный вопрос, на самом деле. Есть у меня на него тоже свои какие-то взгляды такие, наверное, немножко оригинальные. Вот. И самое интересное, когда я вернулся в Москву, в Россию, такой депрессняк, вот, сразу начал давить. Я понимаю, что здесь я ставил свои проблемы, когда я куда-то уезжаю, проблемы остаются в Москве. Я приезжаю в Москву, и проблемы... Опять остаются, да. Это понятно. Но все равно вот показалось, вот, такой резкий контракт. Вот Индия, это страна какая-то детская такая, страна бога. Вот там как-то вот сами люди, даже вот это мошенники, там воровство есть, там все есть, да. Но это как будто дети, которые в детском саду во что-то играют такое, да. В сравнении с нашими. А у нас приезжаешь, люди вроде бы весь, как бы улыбаются даже кто-то, некоторые, да, так, еще что-то. Но все это идет с каким-то надрывом, с каким-то вот таким усилием. И какая-то такая тяжелая такая атмосфера во всем. Окутывает тебя. Да. Я понимаю, что здесь мое... Ну и личное, что это более погружаешься в какие-то рабочие моменты, они напрягают, конечно же, да. Но и думаю, и объективно это есть. Ну вот такой вот момент. Я не то, что родину не люблю, да. Если бы я не любил родину, я, наверное, уехал уже давно. Ну да. Вот. Но, к сожалению, вот, понимаешь, что что-то у нас здесь как-то... Не хватает. Тяжеловато. Бога нет, вот, кстати, вот. Ну, это сейчас тема вообще тоже жесткая такая, да. И этот кошмар, который происходит на всех уровнях, ужас. Вот. В Индии в этом смысле проще. Проще, а может и нет, там тоже так интересно. Там же у них тоже расколы какие-то, Пакистан там сплошной, террористы те же самые есть. Ну, это некоторые части, они там, Индия большая, так что там они не чувствуют, в принципе. Но все равно вот чувствуется, что вот не зря люди туда тянутся, да, потому что там вот что-то есть такое вот, что-то разлито, очень-очень тонкое такое вот, то, что там есть, может быть, не везде это есть. Дорогие друзья, у нас, видите, как быстро первый квартал нашей передачи подошел к новостям. У нас в гостях сегодня Старик Катабыч, он же Алексей Каленкович, он же Ленин Апционов, на самом деле очень приятный человек. В первой части мы как бы разговаривали на душевные темы, ну, во второй нам надо будет с тобой, Леша, поговорить более четко, потому что нас, естественно, потом с тобой опишут о нас все, что о нас думает, что ты пришел на передачу, и мы не рассказали. И так ничего и не сказал. Да, поэтому, дорогие друзья, сейчас короткий новостной перерыв, и после этого мы вернемся. Дорогие друзья, еще раз, это Охота на Герчик, Александр Герчик, и в гостях сегодня Алексей Каленкович, Старик Катабыч, опционного рынка. Леша, вот 89-й год, закончил ты МГУ. Ну да. Что дальше? Да, ну а что дальше, все знают, что дальше. Дальше зарплата 15 долларов, потом родилась дочка в 92-м, ну и, соответственно, тут стало ясно, все, надо что-то делать. Наука не кормит. Да, пошел, да не более, было неинтересно даже, вот, кошмарка-то там творилась тоже, ну, тягомотина, там 20 лет делали то, что в Америке было сделано в свое время там за 3 года. Ну, несерьезно. А вот. И, ну, занимался там недвижимостью, тоже такое, ну, получалось, не то, что не получалось, получалось, все получалось, ну, неинтересно совершенно, не мое. Ну, сравнить недвижимость, да, и фондовый рынок, да, ясно, что фондовый рынок интересен, чтобы все быстро, все ликвидно. Недвижимость медленно, все муторно, уговаривать, да, 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 и вообще не про это, да. Вот, поэтому, когда в 95-м году я случайно прочитал заметку про Форекс, где только, опа, компьютер, графички, опа, образование-то получено, да, как раз графички посмотреть, что-то подумать. Да, все физически совершено. Главное, что ни с кем, ни о чем договариваться не надо. Ты принял решение, сделал, все. И я понял, что вот это мое. Сразу при том. Да, 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 все, я понял. Вот у меня и денег в тот момент не было, но что делать, все равно влез в это дело. Естественно, проиграл там первый счет, там, 5000 долларов. Большое спасибо Форексу, он, конечно, быстро, многому учит. Но, к сожалению, Форекс, ну, точнее, как, не к сожалению, как всегда в жизни, да, вот что-то плохое, оно, если приходит время, ты понимаешь, что вот это плохое и было неким важным таким в твоем жизни стимулом, который тебя подвигло к чему-то новому и очень важному для тебя. Вот у тебя каждый раз, каждое событие, которое было плохим, да, как в моменте оценивано, да, проходит время, вот каждый раз оказывается, что это что-то очень хорошее. Я сейчас теперь уже внимательно присматриваюсь к такого рода событиям. Ну, то есть любая эта трансформация плохого в хорошем. Да, 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 да. Пытаешь понять побыстрее. Вначале в моменте это плохо, а потом это надо. Ну, и здесь, соответственно, был накоплен опыт, а с другой стороны получены какие-то комплексы, например, комплекс стоп-лосса, да, то есть стоп-лосс, то есть то, что он обязательно должен быть, это необсуждаемо уже для меня стало, да, то есть ясно. И каждый стоп-лосс это серпом по сердцу, скажем. Да. Вот, ужасно, ужасно. И вот ты помнишь, главное, что я понимал, что проблема даже не в том, что мне неприятен стоп-лосс, а он так меня выбивает из колеи, что я не могу принимать нормальное, адекватное решение. Морально, морально против тебя. Да. Как так я все правильно сделал, все в мою сторону, и тут бух такая. Конечно, я игнорировал понятие плечей там, да, ну там, Винсен не читал, хотя знал об этом, практически с первого же, с 96-го года я уже это знал. Ну, так, ой, какая-то фигня, ладно, потом разберусь. Вот. Потом оказалось, что очень важная вещь. И так получилось, в 98-м году совершенно случайно я поторговал немножко на CME опционами. Причем это не мое было желание, у меня был инвестор, и он так сказал, что, а давай опционами поторгуем. Я так не собирался, говорю, ну, если хочешь, ну, давай. А вот. Ну, естественно, первый опыт на опционах, это тоже, естественно, слив. Но это не мой был счет там, да, то есть инвесторам. И на опционах, вот тут я понял, что, да, опционы это заметно сложнее, но зато я прямо вот так поприкидывал, что-то поразрабатывал. И понял, что там можно сделать такую ситуацию, где не будет стоп-лосса. Вот для меня это было путеводная нить, да, работать без стоп-лоссов. Сейчас-то мне уже это смешно, потому что я уже и стоп-лоссы нормально воспринимаю, то есть меня уже не вызывает никаких таких эмоций. Понятно, да, убыток получить можно, но не нужно вот это физическое. Ну, конечно, я и 30-процентные там у меня убытки фиксировал несколько раз за деятельность тут, за все. И что я спокойно к этому отношусь каждый раз, я убеждался, что правильно. Несмотря на то, что если бы я не фиксировал, я был бы в плюсе, кстати. Но меня это совершенно не трогает. Я вот сфиксировал, знаю, что это правильно, потому что будет один раз, когда ты не зафиксируешь, и до свидания. Как было с этими вот long-term capital management? Да, 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 то есть историй много. Один раз история очень много. Одного раза достаточно. Одного раза достаточно согласенства. Ну вот, а тогда это была вот эта сверхзадача уйти от стоп-лоссов. Я сел, я же изобретаю велосипеды, да, я никогда ничего не изучаю, тем более на английском языке. Я английский, конечно, знаю, да, но вот мне некомфортно просто что-то там перелопачивать, какие-то тонны материалы. На русском-то лень, если честно, да, уж на этом. Я лучше сам сегодня приеду, это, соображу. В общем, я сел, взял ручку-бумажку, все эти дельты расписал, понял, что такое дельта, да, например, что это просто вероятность того, что мы будем находиться на таком-то уровне, там, на закрытие. Сейчас, ну, конечно, достаточно учебник, какое-нибудь грамотное открытие, там, может быть, это... Нет, не во всем, не каждом это будет написано, но в некотором это будет написано. Но ты решил написать сам. Да. Дальше, разработал стратегию, долго думал, придумал, думал, о, граальная стратегия. Все, протестировал ее по settlement prices, да, вот где-то полгода на СЦМЕ, там, с официального сайта, там, прям посередине, там, бидоффер, там, брал среднюю цену. 60-годовых. Да вроде как ожидаемо, нормально. 60-годовых, в общем-то, для меня это было очень серьезно, потому что к тому времени я уже понял, что профессионал, это вот 30-годовых, это очень крепкий профессионал, и если ты это делаешь из года в год, все, у тебя вообще проблем в этой жизни нет никаких. Все у твоих ног. Да, все у твоих ног, правильно. Поэтому 60-годовых, я понимал, что это пэп и трейдинг, это, ну, ни о чем, как бы, да, но так как я никого вроде не обманывал, да, идея вроде работает. Так вот, я придумал то, что называется железный кондор, может быть, слышал. Я никогда о нем не читал, ничего, я просто вот долго-долго думал, что же должно быть здесь правильно. Вот я вот новичок в опционах, просто сел и начал думать, и придумал, да, вот это стратегия, которая работает. Но, к сожалению, это был 98-й год. Кризис. И вообще-то общий интерес к фондовым рынкам упал. Денег у меня своих не было, и надо было, первое, выжить, а второе, как-то чем-то заниматься. Да, еще и семья там, да. Трудное время было, не хочу повторения, в 90-х это был кошмар. Но мысль о том, что к опционам неплохо было бы вернуться, она всегда была. Я там несколько лет погрузился в софтверный проект, писал, хотел создать хороший софт для трейдинга. Engine сделал, коммерческих продуктов так и не вышло. Один сайт крутился на моем движке, бета-версия была, но так не довели до коммерческих никаких приложений. Я очень жалею, потому что там идеи были такие, которые сейчас еще не дошел в стандартные технологии, до этого нет. То есть был слаб какой-нибудь и так далее. Это в лучшем случае 50% того, что у меня было сделано. Вот. Отвлечение было на софт. Оно тоже оказалось очень полезным. Я вроде бы потерял время сделать то, что не использовал. Но я много чему научился. Извините, я перебью. Ты наверняка смотрел последние выступления Стива Джобса, когда он выступал перед студентами Стэнфордского университета, где он сказал, что когда меня уволили с работы, и я пошел учиться компьютерному дизайну, то это просто благодаря этому айфон имеет такие красивые дизайны. И он сказал, что благодаря этому, да, то есть я все время думал, зачем оно мне надо, а потом оказалось, как и у тебя. То есть, как ты говоришь, каждый раз как ты думаешь, что это не нужно, оно всплывает потом, как очень нужно. Да, да, да. И вот в 2005 году произошел случай такой очень интересный. Я бы старался в открытии работать аналитиком по опционам. Интересно именно потому, что у меня сама история очень смешная. То есть я прихожу подписывать какой-то договор на опцион, ну, что я буду торговать опционами. И человек, который должен был подписать, он на меня так смотрит, говорит, а я только сейчас зашел просто в кабинет, а он говорит, слушай, а ты же опционами торговал в 1998 году. Я так, бац, это 2005 год, да, и я практически ни с кем об этом не говорил. Откуда же он знал? Я захожу в открытие, да, такая серьезная компания, все так солидно, да, так. И так, а мне, ты же торговал в 1998 году опционами. Я так, опа, что это? Это был Валер Извягин, он, оказывается, мы с ним были действительно в 1998 году очень мимолетно знакомы, потому что именно через него я и торговал этими опционами на цене. Просто у него был партнер более активный, я на него обращал внимание. А Валера там сидел, курил, там сорок. Понятно. И таким образом, опа, и вот сама судьба опять пошла, да, то есть как раз даже хорошо, что я не торопился, я пришел ровно в то время, когда вот оптимально получилось. И опционы у нас уже появились, они уже подрасторговались. И опять же, есть фазы развития рынка, да, то есть когда он такой начинающийся, да. Вот перед этим он был слишком, слишком дикий, я бы так сказал. Вот сейчас он, наоборот, слишком развитый. Сейчас очень тяжело, ну, то есть сейчас уже новичок, если ты придешь, то, конечно, тебе хорошо, что он уже развитый, там, ты его поймешь, и ты тогда будешь с ним дальше работать. Тяжелее зарабатывать. Но тяжелее разобраться с тонкостями. Ну, зарабатывать тяжелее и, соответственно, с тонкостями, да, то есть труднее разобраться, потому что средняя вот эта фаза, она самая оптимальная, наверное. И рынок уже есть, и возможности, и сайзы есть, и все, что хочешь, есть, да, и он еще немножко такой дурной, да, и куча перекосов, и которые ты на них начинаешь и постепенно более тонко-тонко делаешь какие-то свои вещи и все. Ну, вот, соответственно, и где-то с 2006 года у меня уже пошли очень интересные результаты, которые, ну, вот, например, самый такой шикарный результат, я за май, ну, с конца апреля, вот, месяц, месяц, за месяц, даже не за месяц, в общем, пиковая у меня была доходность где-то 2000% вот за месяц. Потом я проиграл там под экспирацию, да, ну, в общем, экспирировался, я все равно 1000% сделал, ну, там, за месяц-полтора. И после этого? А, после этого, естественно, попытался делать что-то похожее, как я думал, естественно, начал сливать, слил половину и остановился. Остановился потом, и потом снова вот начал думать, 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 полгодика подумал, потом еще кое-какие там были очень, ну, случайные, как всегда, случайности какие-то, да, такие полезные. И вдруг новая тема вылезла там в голове, да, там, там, ближе такое, ну, скажем так, то, что, как сказать-то, ну, грубо говоря, когда берешь, ну, неадекватные заявки, в общем, ну, вот, на этот нажим пошел, и вот все вместе это приводило, опять же, к очень такой такой высокой доходности, там, впечатляемые, там, какие-то запредельные цифры, вот. И, естественно, все это было очень бурно, да, то есть вот буквально ничего, и вот у тебя уже там много чего. Много, да. Естественно, мысли там, работать, не работать, там, ходить на работу, нет, да, там, увольняться уже пора. Я уже решил, что буду увольняться, но так уже был опыт, когда я, ну, в общем, был какой-то опыт такой, я почувствовал, что, может быть, рановато, да, и вот я все-таки ждал до последнего, и мое последнее было, когда я, помню, опоздал на работу на пять минут, ну, в смысле, на пять минут после открытия рынка пришел, и я потерял денег больше, чем моя зарплата. Я решил, все, вот это уже, видимо, пора. Сигнал. Да, это сигнал. Ну, тут ты уже, как видишь, это чистая философия, на самом деле, это действительно, может, посыл сверху был. Дорогие друзья, у нас в гостях Алексей Каленкович, коротенький перерыв на новости, и дальше продолжим нашу беседу со стариком Хаттабычем. Еще раз здравствуйте, в гостях Алексей Каленкович, Леша, еще раз добрый вечер. Привет. То есть, точка отсчета, уход с открытия. Ну, да, это вот очередной этап начался, но вот оно продолжается. В каком году ты ушел? Я ушел в начале восьмого года. То есть, у тебя уже свои заработанные деньги были, ты уже был какой-то капитал. Был, да, 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 был и капитал какой-то, который, я, кстати, я понимал, что восьмой год, это, скорее всего, будет сложно, ну, то есть, скажем так, вот этот кризисное явление я ждал примерно с седьмого года, то есть, я понимал, седьмой, восьмой или девятый год. Какой это из этих будет? Да, седьмой прошел, ничего нет, вот я в конце седьмого, в начале восьмого так хорошо заработал, и, соответственно, чтобы у меня голова не закружилась уж совсем от того, что у меня получается, тем более я понимал, что впереди будет что-то сложное, да, я решил, вот я пока не буду торговать. Ну, там еще был технологический момент, там нечем, ну, программа, которая пользовалась, она в открытии только была, внутренняя программа, и у меня ее не было, да, значит, мне заново надо было какой-то софт где-то сделать, ну, что-то пописать там и так далее. Ну, в общем, я ушел в такие организационные вопросы. И полгода вообще не торговал, и вернулся на рынок только вот уже где-то в сентябре или даже в октябре. Восьмого. Два, да. Вот, получил по шапке тоже так конкретно, в общем, там вылезло вот это, то, что у нас индекс, фьючерс на индекс, он в долларах, да, вот это вот. И вот это там так опционно был, этот самый, немаржируемый, то там возникло такой зазор очень интересный. То есть софт, у многих он дал сбои, то есть люди этого не заметили, да, что вот есть вот это ножницы такие долларовые. То есть когда ты покупаешь, продаешь, ты можешь получить такую долларовую позицию очень большую, которую ты не контролируешь вообще. Валютную ты между. Да, 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 так, валютная компонента. И когда я увидел, какая у меня валютная компонента, это, у меня волосы стали дыбом, потому что у меня возник риск, что я мог при движении доллара, если бы рубль у нас шагнул быстро на 36 рублей за доллар, как я тогда представлял, это я думал где-то в ноябре, да, и как мы знаем, в январе он как раз добежал до этой цифры, то есть у меня оценка была более чем реалистичная. Так вот, я мог получить убыток больше, чем все, что я когда-либо зарабатывал. Просто на одном вот этом движении. А тогда движение было по 50 копеечек в день. Легко. И вот этот кошмар, когда я в это понял, что я влип, там, как я из этого вылезал, вот тоже надо как-нибудь, буду мемюар описать, вот это надо описать. Ну ты можешь сейчас рассказать, кстати? Да ну, не буду сейчас рассказать. Давай, давай, мы последнюю 11 минутку как раз оставим на стратегии. Да это сейчас не актуально просто, понимаешь? Почему это не актуально? Это просто... Ну почему? Люди должны понимать, что, понимаешь, наша передача как раз нацелена на того, чтобы не научить, а научить, как не делать глупости. Согласен, вообще-то да, соглашусь, потому что, да, действительно, здесь вывод можно было сделать какой. А именно, я же не финансист по образованию, да, естественно, пробелов много, да. И вот этот пробел, что я не понял, что за контракт, то есть я не чувствовал до конца контракт. То, что там была долларовая компонента, просто когда рубль был стабильный, ну, квазистабильный, там, 2 копейки в день, ты в это не почувствуешь, что у него есть долларовая компонента. А когда по 50 копеек в день, она тебе прям бьет конкретно. Полтора процента. Да. И, а у тебя же плечо получается, ну, можно считать, что такое мощное. Вот. И вот это вот, ты можешь быть очень умным человеком, да, у тебя может много что получаться, но если у тебя есть пробелы в знаниях, да, это значит, что у тебя есть такая потенциальная опасность очень большая. И вот надо это всегда быть очень осторожным. И я думаю, вот это вот, предыдущие мои 10 лет, которые до опционов, вот я много получил как бы отрицательного опыта, но зато выработал какое-то такое звериное чутье на риск. И вот я, несмотря на то, что осенью я вляпался в этот риск, да, я ведь остановился, почему? Я мог еще увеличивать ту позу. Там получилась такая ситуация, как будто бы зарабатываешь. А реально ты вот сам погружаешься в трясину. Против валюты, да. И в какой-то момент я вдруг почувствую, думаю, все, так делать нельзя. Вроде бы я зарабатываю, но так больше нельзя. Уж больно легко идет, грубо говоря. И вот я остановился, да, и то влип прилично, да. А я по большому счету, я должен был бы, сам факт, что я работаю с этим контрактом, должен был его изучить вдоль и поперек, проанализировать, да, вот во всех смыслах. Вот, например, он нетипичный контракт. Почему? Потому что он в долларах. В долларах, да. Все. Это что-то не то. Есть такие контракты где-нибудь в мире? Наверное, где-то есть, но, допустим, в Америке нет. Там все в долларах на доллары. Это местная валюта. И за доллары, да. А здесь российский рынок и контрактор в долларах. И, значит, если ты читаешь американский учебник по опционам, он тебе об этом не расскажет. Ты должен где-то, откуда-то это все выяснить. На самом деле, очевидно, что в финансах эта тема есть. Я просто этими вопросами не занимался. Любые корритрейды и так далее, они всегда там вылезают в сети, там, какие-то вот валютные все эти дела. Ну, в общем, основной вывод такой. Надо быть более осторожным, да, внимательным. И, может быть, такое звериное чутье себе такое вырабатывать на опасной ситуации. И риски лучше занижать. Вот самый главный вывод, да, из всей этой истории. Да, конечно, очень приятно, когда зарабатываешь вдруг много денег. Но если это случайный процесс, то зачем? Может быть, лучше поменьше, но он понадежнее. Ты что-то и закрыл позицию. Да, я тогда выкрутился с минимальными потерями. Ну, минус был, но я был готов вообще потерять весь этот... А, так хитрость там была. Я же говорю, я в восьмой год ждал, что это будут очень серьезные проблемы. И, опять же, вот это с долларом непонятно что. То ли доллар рухнет, то ли там нет. Рубль. С рублем вообще, как мы уже привыкли, вообще на него положиться нельзя. Хотя формально он вроде укрепляется и укрепляется. И какие-то мысли возникли, что надо как-то диверсифицироваться. Ну, у меня, может быть, не очень хорошо это получилось, но тем не менее. То есть я деньги вывел с биржи очень сильно. У меня счет по осени был небольшой. То есть он там был четвертая или даже пятая часть от того, что было в начале восьмого года. То есть я просто выводил для того, чтобы, когда будет буря, чтобы я, как минимум, не влетел очень сильно. То есть вот основная была мысль. Собственно, так и получилось. И даже мои какие-то неэффективные вложения, я в недвижимость, допустим, вкладывал и потерял. Ну, формально, в моменте я потерял. Но потерял, условно говоря, 30%. А здесь я мог бы влететь на большие суммы, просто в разы большие суммы. И зачем? То есть сработал вот это осторожно. И там можно прийти потрогать. А тут нет. Ну да, да, да. Ну и такие активы тоже полезны. Иметь то, что ты не сможешь очень быстро продать и проиграть на бирже. Пока ты это продашь, пока туда всегда время пройдет. Тем более мне, кстати, в начале девятого года у меня бы квартира была куплена, и надо было бы ее продать. Но, к сожалению, она у меня была недоформлена, я не мог ее продать. Я понимал, что у меня два конкурирующих процесса. У меня очень мало денег, но зарабатываю, вроде бы зарабатываю. И вроде бы надо бы как-то дофинансировать эту ситуацию и продавать квартиру. Но тогда надо заниматься этой квартирой. В результате я не стал ей заниматься. Ну зря, кстати. Я бы утроил эту квартиру в четверг за год, наверное. Ну почему? Я уверен, что она сейчас дороже стоит, чем в 2009 году. Ну, дороже там на 20%. Ну все равно. Да ну верно. И между, если ты продал бы эти деньги, конечно, ты просто посмотрел одну вещь, что ты зарабатываешь гораздо больше на деньги, чем это вложение. А с другой стороны, я сохранил вот в 2008 году. Ну то есть то на то и вышло, на самом деле, и все нормально. А кстати, вот второе... Зато есть квартира. Да, вот мудрость еще известная. То есть вообще жалеть о том, что произошло, вообще нельзя. То есть что бы ни произошло. И в этом отлично все. Не жалейте о том, чего не было, радуйтесь тому, что было. Ну да, да, да. Точно. Вот. Так. И последние пару лет. Последние пару лет. Не, ну вот эти годы были вообще неплохо. Вот последний, только вот этот год был очень трудный. Дело в том, что я считаю... Это, в смысле, 12? 12-й год, да. Нет, в принципе, и 11-й там, честно говоря, я в августе попал в очень сложную ситуацию. Скажем так. А тогда такой вопрос. Попадал ты в сложные ситуации из недорасчета или чересчур большой самоуверенности? Попадал я в сложные ситуации. Сейчас, 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 сейчас объясню. Смотрю, как ты все рассказываешь, понимаешь, и некоторые выводы, они делаются. Например, что ты скрупулезный человек. Если ты говоришь, там, не люблю ездить на велосипедах, люблю изобретать. Значит, это показывает, в принципе, твоей скрупулезности и то, что ты можешь сидеть и там писать. Так, поэтому вопрос. И из-за недосчетов, или из-за чересчур большой самоуверенности? Десятый, я так понял, хороший был. Да, девятый, десятый, отлично просто. Так, скажем так, я все время, вот несмотря на то, что я уже сказал, да, что у меня такое осторожное отношение к риску, да, там, как бы, так, животное, да, которое я в себе там доразвил, я считаю, тем не менее, я все время действовал на максимуме риска. Ну, как я его ощущаю, да, вот максимум моего риска. Например, когда Форд считал ГО по-другому на опционах, это получалось то, что мои позы, они были, мягко говоря, ну, Форд начинал очень огромную маржу, а я считал, что они вообще безрисковые. Но дело в том, что грамотный менеджмент в открытии, он говорил, да, Леш, мы видим, у тебя риска нет вообще. Но. Вот, 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 но формально по ГО там, он был там бешеный, да, и поэтому я выбирал всегда максимальный риск, вот. И в тех ситуациях, когда мне позволяли там, допустим, превысить его, я превышал его обязательно, если я чувствовал, что это вот та грань риска, которую для меня считают нормальной. А потом получилось очень интересно, Форд изменил расчет. И вот сейчас, как ни странно, расчет ГО Фордса, он даже наоборот, он слишком... Мягкий. Мягкий, да, и он дает чуть больше возможностей на риск, чем нужно. А я как бы не заметил это и въехал, вот, привычка вот этого, выбирать полный риск. Я же умею, типа, да, я все могу, я все чувствую и так далее. Вот такое перенемножко, вот, надо не забывать, что ты можешь потерять, как бы, вот этот контроль за своим пониманием того, что происходит. Вот, это не страшно, совершенно не страшно, потому что, смотри, у меня когда, если у тебя сверхдоходность, и ты готов действовать жестко, то есть резать свою активность при первых признаках, что что-то не то, да, это нормально абсолютно. Да, ты зафиксируешь какой-то лос в первый момент, но потом ты раз, успокоился и все. Вот сейчас у меня примерно вот эта история в 2012 году и произошла. В мае я зафиксировал 30-процентный убыток там одномоментный. Ну, это не годовой результат, годовой результат у меня сейчас ближе к нулю, наверное, за год. Может быть, ну, в небольшом минусе, наверное. Вот. Но я на это среагировал. Я просто на это среагировал, я понял, что я и так уже уменьшал свои риски после августа 2011 года. А тут я понял, что я неправильно оценил, что еще надо больше их уменьшать, эти риски. Вот я их уменьшаю. Да, я потерял как бы, скажем так, я был на гребне волны вот несколько лет, а тут я съехал с этого гребня, да, и пока на него снова не заехал. И поэтому пока надо спокойно, в общем, не дергаясь там, что-то там делать и так далее. И, кстати, я даже не расцениваю эту ситуацию как плохую. Наоборот, то на самом деле, о чем мы с тобой сейчас говорим, для молодежи без косвенности опционных мы говорим с тобой, либо акциях, это очень хорошо то, о чем мы говорим, потому что, ты знаешь, очень тяжело, когда люди съезжают с этого гребня. То есть я иногда читаю там смарт-лап и все остальное, понимаешь, люди себе пишут, я там за день 20-30% и другие восхищаются. Ну, человек должен понимать, 20-30% за день можно делать с десятым плечом только так. Почему у тебя есть РТС каждые полторы тысячи пунктов, это один процент, понимаешь? И РТС в последнее время не ходит 3-4 тысячи пунктов в день. То есть сделать 20% за день, это надо зайти по минимуму, продать по максимуму и с десятым плечом. И эти люди должны прекрасно понимать, что вот это чародейство, оно один день закончится и закончится крайне плохо для них. Я помню, кто-то рассказывал, что, ну, кто-то, говорит, в брокере работал, ну, то есть видит всех ситуацию по клиентам, он говорит, что видел клиентов, которые зарабатывали годами, там, 10 лет или 15 лет, и отдавали все за 2-3 дня. И такое бывали. Ну, у нас же есть пример Long Term Capital Management. Ну, опять же, да. Мега, мега. Четыре, сколько их, три-четыре человека были, три из которых лауреат Нобелевской премии. О чем говорить? Ты еще представишь, где образно все мы, включая смарт-лаповцев, и где были эти люди? Нас нельзя сравнить, нас нельзя близко ряда поставить, где мы даже со всей своей крутизной, и где люди эти, и то они потеряли. Дорогие друзья, у нас через буквально несколько секунд продолжится беседа с очень интересным гостем. У нас в гостях Алексей Калинкович, гуру, по моему мнению, опционного рынка. Они даже не только по моему, а по мнению всех тех, кто посоветовал пригласить Алексея в сегодняшнюю передачу. Сейчас короткий перерыв на новости. Да, дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Алексей Калинкович у нас в гостях, человек, который знает не только о рынке опционов, очень много, а вообще обо всем остальном. Давай сейчас в четвертой части поговорим о тех начинающих, которые приходят только на рынок опционов. Я всегда говорил одну вещь, если ты как бы не торгуешь сложные стратегии, вот как ты, я так понимаю, сложные стратегии, то опционы это рай для нищих. Если ты покупаешь колы, путы, ну простенькие стратегии, это рай для нищих, потому что только там эти сотые, пятисотые плечи, дальние страйки. Да, но ты, я так понял, торгуешь очень сложные модели. Или ты тоже балуешься этими? Скажем так, скажем так, вот сама моя позиция, да, вот стандартный вид моей позиции, это не просто ничего сложного там нет. Все вот, ну не все, конечно, да, но многие люди, которые профессионалы, скажем так, часть из них, значимая часть, все равно делают ту же самую позицию, как и я. То есть тут нет секретов в самой вот форме позиции. Нет, мы вообще о секретах не говорим, да. Да, да, дело не в том, что секрета нет. Я даже семинар же проводил, четыре семинара провел в открытии, да, рассказывал. Я спокойно рассказывал о том, что я делаю. Почему? Потому что дьявол в деталях, и есть то, что невозможно передать, да, даже объяснить невозможно. Вот очень тонко, я сразу предупреждал, ребята, вот эта очень, вот эта стратегия, она вот такая, она, потенциал прибыли очень хороший, но есть одна большая проблема. У нее есть очень большая сложность управления, то есть ты, объясни, это нельзя, да, это нельзя алгоритмизировать до конца. Здесь чутье еще подключается обязательно, да, и вот, ну как вот, это не передашь. В твоей ситуации ты можешь как бы сказать, что это не чутье, а больше профессионализм, который годами выработался. Либо профессионализм, да. Годами выработался, да, когда ты 12-13 лет делаешь одно и то же, чуйка в данной ситуации, чуйка в данной ситуации, это больше именно уже профессионализм. Это когда ты как гвоздь забиваешь, вначале ты его забиваешь по бумажке, по которой тебе написали, а потом просто на уровне подсознания. Что такое на уровне подсознания? Ты тысячу раз забил один и тот же гвоздь, ты знаешь, как надо бить по шляпке. Это тонкий вопрос, на самом деле, сколько там профессионализма, сколько там других каких-то моментов интуитивных. Так вот, и это, но все равно, вот эта сложность, она совершенно необязательная. То есть я начинал, первые мои успешные сделки, они были, это просто ванила-опшн, там, ничего сложнее. Просто я вот видел рынок, и я вдруг думал, а попробуй-ка я не фьючом, а вот опционами это сделать. И все, я это делал, и получилось очень даже прекрасно. То есть вот как раз первый момент, когда я понял, что именно опционы, это действительно та тема, когда как-то вот для нищих, говоришь, рай. Рай для нищих. То есть действительно, у тебя ничего нет. Это не мое выражение на самом деле, это в Америке на CNBC, когда тут рассказывают, это как бы я просто процитировал. Ну правильно, да, нет, мысль правильная абсолютно. И там первые сделки, когда я вдруг в одной сделке зарабатываю 20-30 процентов, не беря там 10-кратные плечи, то есть никаких вот таких рисков нет. У тебя просто, в опционе есть один большой плюс. Ты знаешь, сколько ты можешь заработать, и ты конкретно знаешь, сколько ты потеряешь. Ну да. С тебя простой, там, ты покупаешь какой-то колл, да, без страховки не продаешь, никакие там прикрытые опционы, ты всегда конкретно знаешь, где что. Да, у опционов на самом деле плюсов много, и это не единственное. Не, мы говорим запросники, мы запросники говорим. Я даже в простых стратегиях, например, вот у опционов, вот есть такая вещь, как отложенность некая, да, то есть у тебя... Время, временной фактор. Вот, если что-то происходит, и то, что, допустим, ударяет по рынку, рынок начинает куда-то резко двигаться, да, парадокс в том, что тебе надо купить, допустим, ты хочешь через покупку опционов это отработать, не до этого события, а зачастую после этого события, и более того, даже после, не торопясь немножечко. У тебя еще временной лак еще есть. Я сейчас это говорю не про американские опционы, я не работал на американском рынке, не знаю, как там, может быть, там профессионалы более агрессивные, может быть, там все немножко по-другому. У нас это до сих пор еще так. То есть что-то происходит, вот, например, QE3 там это было, да, когда бац, в первый момент рынок уже пошел, вот ты знаешь QE3 уже все. Ты, допустим, за день раньше, ты мог только предполагать, то ли будет, то ли нет, да, это уже 50-50, сейчас ты уже знаешь, и в этот момент рынок уже как бы пошел наверх, а опционы сверхдешевые, покупай, никаких проблем. И вот в этот момент можно было просто удвоить счет за один день практически, ну, как без риска, я это называю без риска, то есть если ты умеешь правильно работать с опционами, то риск потерять у тебя практически ноль был в этот момент. Хорошо, ты лох, ничего не понимаешь в опционах, ты в этот момент просто купил на 10% от своего счета, и к концу дня ты можешь удвоить счет. Ну, соотношение. Ну, да. Вот. То есть, вот прозвучал такой момент, да, вот там начинающий, да, там опционщик, что важно для начинающего опционщика, да, вот что делать. На самом деле самое главное, нужно что-то делать. Вот опыт везде нужен, а в опционах вообще ничего не поймешь, не торгуя. Вот из книжек это вообще никто ничего не поймет. Это надо понимать, движение рынка, те же уровни. Просто надо начинать покупать, продавать, что-то делать, накапливать опыт, следить за всеми этих греками, там еще за чем-нибудь. И первый год уйдет просто на то, что ты вырабатываешь какие-то ощущения в себе. Все, вот это вот первый год. Тут вообще никаких прибылих не надо там думать, ни о чем вообще. Это и на любом-то рынке не надо там вначале думать о прибылих. Но там трудно об этом не думать, потому что ты же заработал там тут же, да. А на опционах вот это еще жестче. Никаких выводов. Просто нарабатываешь ощущения. Вот мое мнение. То есть, именно поэтому начинать с опциона, разбирательство с опционами нужно с того, чтобы просто начинать ими торговать. Да, на незначимые суммы, да, на незначимых ситуациях. Да, простенько, да. Например, думаешь, там РТС 150, пошел, купил колов там на 5% от депозита, сколько, да, да. И потом думай, почему ты заработал столько, а не столько. Заметь, что ты вот думал, что ты заработаешь столько, а ты заработал почему-то другую вещь, да? Или, например, ты думал, что ты заработаешь, сценарий произошел, а ты потерял. Скажи мне, насколько вот, сколько по твоему понятию математики в опционах? Скажем так, опционы действительно такая тема, где чем лучше твое математическое образование, тем лучше. Я считаю, что если ты действительно математический лох, а такие есть, люди знают, в которых просто действительно слабые, очень, очень, знания математики очень слабые, то есть, я думаю, что очень тяжело будет. Я все-таки тоже с собой согласен, что математика в данной ситуации, если просто, например, заниматься рынком ценных бумаг, то уровень математики должен быть незначительным. Ну, не обязательно. Хотя бы ты в моменте можешь там быстренько посчитать. То есть, считаю, что на опционах это не пройдет. Да, там основная проблема, я даже считаю, не в том, что нужна какая-то сложная математика. В конце концов, есть какие-то программы там, которые тебе помогут и так далее. А именно то, что очень нелинейные процессы, и вот эта риск, вот работа с риском, она настолько сложна, что если у тебя математическое такое мышление, ты действительно, у тебя есть шанс с этим разобраться. Но есть шанс и не разобраться. А если ты не обладаешь математическим мышлением и слишком агрессивен, то финал, скорее всего, будет плачевный. Вот здесь, вот в этом смысле, я думаю, нужна математика. То есть, математика не залог успеха, но нужна. Да, вот другие вещи. Вот смотри, например, этот год 2012, да, тяжелый для тебя. Да, оба там результаты возле нуля. Против, например, результатов феноменальных, которые у тебя были там предыдущие несколько лет. Вот как ты думаешь, 2012 год, почему такой результат? Отличается ли этот год именно кардинально или что-то такое в этом году произошло, что, в принципе, повлияло на твои результаты? Конечно. Нет, рынок изменился. Рынок изменился позапрошлой весной. То есть, не прошлой весной, а позапрошлой весной. Десятый. Одиннадцатого года. Ну, не 12-го года весна, а 11-го. То есть, это прошлая весна? Ну, как, прошлая – это 12-го года. Ну, это всего весна. Хорошо. Ну, я просто лучшую терминологию. Весна 11-го года, да. Это была первая ласточка, когда произошло некое событие. Вот я делал стандартную для себя вещь, и вдруг, бамс, опа, что-то не то, вообще не то. Начал думать. Думал, думал, какие-то мысли появлялись, конечно, но окончательно я это понял уже только весной 2012 года. А вот, то есть, я понимал, что рынок изменился, но вот тут небольшая такая получилась ловушка, да, так как вот управление вот этими позициями, которые своими, достаточно сложная вещь, я понимал, что можно потерять ниточку, да, вот, что делать. И я очень дорожил этим обстоятельствам, и поэтому я не стал ничего менять в своем образе действий, хотя понимал, что рынок вроде бы изменился. Но я решил посмотреть, а что будет получаться у меня. И так вот получилось, что в 2011 году я, блин, заработал. Вот несмотря на то, что было очень трудно, да, там, несмотря на то, что и заработал меньше, чем в 2010, например, да, в относительных цифрах. Ну, так абсолютные цифры были уже другие, да, но все равно хорошо, как бы. И в результате получается, что я не получил вот этот отрицательный опыт о том, что проблемы, и даже август 2011 года я не оценил правильно. Я из него выкрутился, я выкрутился с плюсиком, там, процентов 10, наверное, да. То есть лучше бы был убыток. Как ни странно, да, лучше бы я потерял 10 процентов и призадумался бы. А я не призадумался, и ушло еще больше, чем полгода, на осознание вот этого опыта, который я получил еще в августе 2011 года. Таким образом, вот одна из причин, вот текущая ситуация, я не принял новый рынок, который, я его понял, что он изменился, да, но не принял. Пытался продолжать действовать по старой, как бы, методе. И каждый раз убеждался, что не работает. Метода хороша. То есть в целом метода была хороша в том смысле, что если бы я его так и применял, у меня был бы результат ровно ноль бы, да, там. Ну, так, маленький плюсик. А тут вышла вторая ошибка. Я настолько привык к хорошим заработкам, что результат в виде нуля я уже не принимал. А это неправильно. И ты начал себя просто сам пушить. Да. И вот я в мае как раз уже дернулся и уже вот это зафиксировал 30-процентный убыток. А ты согласен, на самом деле, я людям, которые как раз участвуют на ЛЧИ, я просто смотрел, как они торгуют единицы, торгуют именно по системе, по которой они торгуют в реальной жизни. Единицы. То есть то же самое и здесь. Так как ты как бы не воспринимал другие результаты, это единственный результат, на который рассчитываешь. Ну да. Только положительный. Ну да, да. Нет, погоди, тут есть одна хитрость. Дело в том, что, по-моему, у тебя даже это звучало когда-то. Я этот принцип тоже излагаю всегда. Я всегда, вот это, кстати, часть успеха моего, да, тут у меня несколько принципов есть. И один из принципов очень важный. Я начал хорошо зарабатывать, когда я работал не от заработка, а от того, чтобы не терять. Да. У меня я каждый день начинал с тем, что я за этот день не должен потерять нисколько. Заработок приходит. А сколько заработаю, столько и заработаю. Ноль – это отличный результат. Один процент – хороший результат. Пять процентов – офигенно. Ноль – это феноменальный результат. Да, но ноль – это уже хороший. Все, что выше нуля – это супер. Плохой результат – это когда я в минусе. Почему люди не понимают, что даже маленький минус – это тот минус, который уже нужно отрабатывать. Ноль не нужно отрабатывать. Да, да, да. Ноль отрабатывать. Да, да, да. Дорогие друзья, у нас на самом деле интереснейшая беседа. Целый час, видишь, мы уже проговорили, как-то стало очень быстро. У нас в гостях был Старик Катавыч опционного рынка. Надеюсь, что Леша не обижается. Куча видео, я уверен, есть в интернете. Те, кто захотят посмотреть интересные вещи Алексея Каленковича, заходите в интернет, забирайте Алексея Каленковича опционы. Куча всех разных опционных стратегий, круглых столов, где ты участвуешь. Я знаю, тебя очень любят приглашать. Тебе огромное спасибо за приход. Уверен, что они последние. Дорогие друзья, всем хорошего вечера и удачи на опционах и на других рынках. До свидания. До свидания всем.